Всем добрый день! И сегодня мы снова говорим о геморрое. Вы мне часто пишите, у меня геморрой, как его лечить? Казалось бы, достаточно простой вопрос, требующий простого ответа. Это для вас. А для меня, как для врача, это сложный вопрос, требующий большое количество уточняющих моментов. И как раз об этом мы сегодня поговорим. Лечение геморроя зависит от его клинических проявлений, то есть от тех жалоб, превалирующих, которые вы предъявляете. Наиболее часто это выделение крови во время дефекации различной степени интенсивности. И об этом я уже неоднократно говорила. Это может быть тромбоз наружных геморроидальных узлов, когда формируется болезненное плотное образование снаружи от заднего прохода. Это может быть выпадение внутренних узлов. Узлы могут выпадать как во время дефекации, так и во время ходьбы, либо интенсивной физической нагрузки. И я тоже об этом уже неоднократно писала в своих статьях на сайте. Также это может быть наружные геморроидальные узлы. То есть кожные складочки, которые формируются вокруг заднего прохода и никакого дискомфорта вам не причиняют. Но сам факт их наличия может вас беспокоить. Все вышеперечисленное и есть геморрой. Поэтому будьте добры, когда вы мне пишите и задаете вопросы о том, каким же образом в вашем случае лечить геморрой, уточняйте, что вас беспокоит. Ведь в одном случае достаточно будет проведения консервативной терапии, в другом – малоинвазивных операций, и в третьих – только геморроидектомии. Ну а по большому счету лучше всего не гадать на кофейной гуще, обратиться к проктологу, чтобы вам назначили эффективное лечение. На сегодня это все. Надеюсь, я подробно рассказала, что же такое геморроидальная болезнь и каким образом она может проявляться. Поэтому ставим мне лайки, подписываемся на мой канал и узнаем еще больше полезной информации. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok